Ну что ж, друзья, всем доброго вечера! Наш эфир продолжается традиционно по... Нет, даже не так скажу. Обычно по понедельникам программу «Свой доктор», но сегодня по объективным причинам мы сдвинули нашу программу чуть попозже, то есть в среду. А все потому, что нам очень важно, чтобы гости, которые приходят в студию, им тоже было комфортно, у них тоже, поверьте, очень плотное расписание, поэтому сегодня в эфире программа «Свой доктор» и у нас замечательный специалист, врач-невролог Светлана Тарасенко. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру 22.60.11. Мы работаем в прямом эфире. Благодарим вас за то, что вы нас смотрите и слушаете. Не забывайте о том, что у нас также есть трансляция на YouTube-канале «Абакан-24». Мы там тоже всегда на связи. Поэтому, если хотите, пишите туда свои сообщения. Я их обязательно зачитаю. Ну что ж, наверное, тогда традиционно зададим, наверное, первый вопрос. Какие риски сегодня летом и на что сегодня обращает внимание вот такой погодный период врач-невролог? Кстати, профессия, можно так сказать, очень редкая, именно узкая направленность, потому что неврологов у нас, как и детских, так и взрослых, в принципе, по пальцам пересчитают. Согласны со мной? Да, я согласна. Почему-то учатся очень много на неврологов, да, заканчивают много врачей на неврологов, но почему-то либо кто-то разочаровался в своей профессии, ну это, наверное, во всех специальностях есть такое, кто-то решил связать свою судьбу, то есть неврологию ещё более заузить, например, да. Поэтому у нас вот мало получается. Что касаемо рисков, это смена погоды, да, это атмосферное давление, температура, риски нестабильности артериального давления. Ну да, кстати, вот сейчас очень многие жалуются на то, что, например, утром чувствуют, что давление падает. Есть такое, да. Именно в утренние часы. Тяжело контролировать. То есть сейчас-таки как раз и перепады давления атмосферного, да, и температурного, мы всё равно с вами на это тоже реагируем. И поэтому даже на фоне регулярного приёма гипотензивных препаратов, то есть препаратов от артериального давления, есть риск того, что будет либо очень низкое, либо очень высокое. И это, в свою же очередь, тоже риски дают того, что когда очень низкое давление, пациенты наши начинают препараты либо уменьшать, либо они их не принимают. К вечеру начинается, например, скачок давления, либо в обед. Плюс ещё у нас огороды, дачи наши любимые, работа в наклон, которая тоже, в свою очередь, у нас даёт риск того, что давление повысится. Кто-то хочет переделать всё в один вечер, потому что этот вечер свободен, к примеру. Либо у нас бывает такое, что ладно, в огороде мы любители ремонт поделать в летний период. Ну, это, наверное, правильно, это у всех. Да, и правильно, мы хотим сделать всё и сразу и в огороде побыть, потом ещё дома поубираться, да, тоже так же в наклонку. Потом мы хотим принять баньку. Сначала мы хорошо покушаем, иногда выпьем, да, какое-то спиртное, и потом идём все дружно в баню. То есть это тоже алкоголь сам по себе является фактором риска, и сама по себе баня, она тоже. То есть она нам повышает артериальное давление. Очень многие мы не знаем, какие у нас сосуды вообще от природы. Мы же ведь каждый год не ходим, не обследуемся, не смотрим, какие у нас сосуды головного мозга, сосуды шеи. Ну, то есть вот получается, Светлана, что человек, который кажется ему, кажется, что я, в принципе, абсолютно здоров, но поделав, например, вот эту всю работу в один день, или там, бывает, выходные дни, и ещё это смешав с какими-то, например, послаблениями той же бани, употреблением спиртных напитков, может оказаться, что этот человек склонен, ну вот, не дай бог, вот это, все знают, тромбофлебия, да, и вот эти сосуды, которые, не дай бог, могут разорваться и так далее. А как, кстати, мы поймём это? То, что просто у нас поднимется давление или как? Ну, как правило, люди гипертоники, да, их так назовём, может быть некрасиво, они уже знают, когда у них повышается давление, как правило, они говорят, у меня болит голова, может поташнивать, кого-то забрасывает, пошатывает. Кто-то говорит, отмечает, что боль именно в затылочной области, да. То есть, ну, это вот такие признаки именно гипертонической болезни, криза гипертонического. Ну, а когда непосредственно уже инсульт случается, то боли могут быть разлитые, не такие, которые… То есть, такая боль, которую они никогда не испытывали в своей жизни. Это одно. Ну и, конечно же, нарушение речи, движения, асимметрия лица. Кто-то у нас может потерять сознание, судорожные синдромы бывают впервые возникшие, да, для кого-то это всегда паника, это страшно. Ну, и на всё, что касаемо своего здоровья, это всегда страшно, потому что это не каждый день случается. Анемение могут быть, какой-то половины тела, там, руки или ноги. А вот, знаете, вот вы начали говорить про анемение, я хотела такой вопрос задать. Знаете, вот бывает часто, слышишь от людей, у меня, например, утром немеет правая рука, у кого-то это левая рука. Вот это тоже какие-то симптомы, это о чём говорит? Ну, утром давайте разберёмся. Иногда у меня вопрос, как у доктора. Это после сна. То есть вы, может быть, вы ночью или рано утром просыпаетесь и понимаете, что они мели пальцы, например, или непосредственно говорят, вот у меня от локтя вниз к пальчикам у меня немеет по локтевой стороне, да. То есть это может говорить о том, что просто это банальный остеохондроз. Да, то есть защемление, возможно, спали неудобно, может быть, где-то продуло. Я скажу, остеохондроз у нас практически у всех есть. Нашим образом жизни, постоянно вот эти вот всё статическое, вынужденное положение длительное, плюс неправильное. Домой пришли, легли опять в компьютер, мы смотрим, либо мы в телевизор неудобной позе. Даже если любители книг есть или просто читаем планшеты, мы уже тоже в одной позе неудобной. Да, это неудобные позы. То же самое весна-осень, обострение, и летом я бы тоже добавила обострение остеохондрозов, потому что продувает. Где-то нам всё жарко, мы всё себя снимаем, мы вспотели, потом ветерок нас обдуло, и обострение остеохондроза. То есть это может быть как вариант именно остеохондроза. Конечно, может быть. Для хондроза именно характерно, какой-то палец не имеет, либо все пальчики не имеют, а всё же для инсульта больше характерна либо вот вся рука, в ней слабость. То есть это нас тоже может насторожить, и я считаю, что стоит обратиться к доктору, вы ни коем случае, наши пациенты нас не отвлекёте, мы лучше мы исключим патологию, пусть даже будет остеохондроз, лечение назначится, будет лечиться. Если инсульт, то это уже другой разговор. Я вижу, к нам Светлана дозванивается в студию, давайте примем звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. А можно вам вопрос задать? Любимая программа «Свой доктор». Я хочу вам задать вопрос. У меня в полдень, в понедельник, очень как-то внезапно, резко подскочило дохление. 158, 89 на 111. Отчего такое может быть? Может, бывает это от резких наклонов? Спасибо большое. Вера, ещё со сердцебиением перепутали эту тройную цифру, да? Нет, я думаю, это не перепутали, да, они сказали 158 давления было, да, правда, немножко диастолическое, и 101 пульс. То есть пациенты явно гипертония и тахикардия существуют. Да, конечно, если вы любитель дачник-огородник, то, конечно, это риски того, что будет нестабильность давления, да. Если вот эту неделю рассматривать, вы видите, очень душно, это тяжело, то у нас холодно, то у нас жарко, то есть это переносит тяжелее. Знаете, какие действительно перепады температуры. Вот даже про сегодняшний день хочется сказать. Утром был сильный ветер. Да. Сильный ветер тоже сказывается на многих людях, особенно пожилых. У многих начинают головные боли и так далее. Потом что у нас произошло? Пошёл дождь, прохладно. Да. А потом резкое вот это солнце, и нам уже казалось, ну, всё замечательно, всё прекрасно. Потом опять набежали тучи, опять дождь. И вот так вот это всё перепады, и настроение, и давление, и чего только нет. Сосуды, они у нас, видите, они особенные. То есть у нас погода меняется быстро. То солнце, то дождь, потом ветер, опять солнце. И всё хорошо. Мы с вами вроде бы адаптируемся, у нас всё замечательно. Но сосуды, если сосуд спазмировался, то есть он стал уже, то ему нужно время, это не один час и не два часа, чтобы вернуться в то состояние, в котором он был изначально. И поэтому погода меняется, и сосуды, я так, чтобы было понятно, он не может понять. Так ему расширится, или ему надо сузиться. И поэтому даже вот после гипертонического криза очень часто наши пациенты говорят, да вот у меня вчера давление было, да, я вот лежала, у меня всё болело, ничего не помогало, там и тошнота, может быть даже рвота была на фоне высокого давления. А я сегодня как разбитая корыта, и завтра я такая же буду. То есть это время как раз, когда сосуды наши приходят в то состояние, в котором они находятся всегда, то есть в своё нормальное. Поэтому мы говорим, что вот как и после болезни любой, да, нам надо некоторое время для того, чтобы восстановиться. Вот с давлением то же самое. То есть это вот нет такого, что две минуты мы так живём, две минуты мы так. То есть перестроиться он так быстро не может. Поэтому мы подстраиваемся. И поэтому, когда перепады давления идут, и нужно время, чтобы адаптироваться вообще к этому состоянию. А вот скажите, пожалуйста, поможет, вот вы сказали, что действительно человек в один день не сможет узнать, или за какое-то определённое количество времени, да, не сможет узнать, есть ли у него проблемы с теми же сосудами и так далее. Этому может помочь диспансеризация, которая, в принципе, сейчас активно проводится в наших медучреждениях. Да. Вот как раз вчера мне звонили лично, приглашали. Светлана Николаевна, не хотите ли вы пройти диспансеризацию? Да, прям звонят, очень приятно. Но так как я медик, мы же ведь проходим это всё в своём лечебном учреждении. Поэтому я отказалась, да, но я всё же призываю наших зрителей и вообще жителей нашей республики и не только жителей, да, что диспансеризация – это да, это большой плюс в том, что, во-первых, вам измерят артериальное давление, это хорошо, потому что у нас у многих даже тонометров дома нет, и многие считают, что это необязательно, да. У меня же ничего не болит, но я всегда напоминаю о том, что давление, оно не болит, оно просто до поры до времени вы его не ощущаете, потому что оно плавно поднимается, и мы плавно к нему приспосабливаемся, и мы его не замечаем. Мы его замечаем только тогда, когда оно резко дало скачок, и у нас появилась тошнота, головная боль, то есть то, что нам неприятно, и то, что нам необычно. Вот, также диспансеризация обязательно измерят вам сахар крови, потому что очень многие живут и не знают, что у них есть сахарный диабет, это тоже фактор риска. Обязательно посмотрят холестерин. С холестерином у нас отдельная история, потому что многие считают, что холестерин высокий только уже в возрасте более 60 лет. Отнюдь в возрасте 30 лет иногда холестерин бывает и 7, и 8, при показателем 5,2. То есть это у здорового человека без факторов риска. Поэтому прийти... Во-первых, это бесплатно. Для многих финансовые вопросы – это важно. Поэтому это бесплатно. Вы приходите, вы знакомитесь с терапевтом, вы можете задать ему вопросы, и он квалифицированно вам на них ответит, несмотря на то, что вы сдадите анализы. Тем самым вы уже, я всегда говорю, если предупреждён, значит вооружён. Правильно. Поэтому я думаю, что это обязательно, это надо. И не зря нас призывают, потому что, когда уже случилась какая-то катастрофа, пусть это инфаркт, инсульт, даже самая язва, мы будем говорить только о сосудистых заболеваниях, мы обратно, увы, отмотать ничего не можем. Мы только можем лежать или сидеть и думать, а вот меня же звали, а я почему-то этот шанс впустил. Ну и теперь имеешь то, что ты имеешь. Ну да, вот кстати, именно во время диспансеризации очень часто выявляется сахарный диабет. Это практически, ну я не говорю практически в каждом случае, но первого-второго типа выявляют. В основном второго, наверное, потому что первого, это уже намного пораньше, да, вот второго типа, это же тоже обусловлено тем, что у нас очень много, с избыточной массой тела, это уже риск того, что может развиться сахарный диабет. Ну и конечно наследственность нам никто не отменял. А если у вас в семье были люди, кто страдал сахарным диабетом, не факт, что вас этот недуг просто обойдет стороной. Вы также можете, не дай бог, конечно, заболеть. Лана Тарасенко у нас сегодня в студии, врач-невролог из Абликанской клинической больницы имени Ремешевской. Вижу, что вы нас смотрите. Также задавайте, пишите вопросы, слушайте нас. Действительно, тема очень интересная. Вот всегда, знаете, когда наступает лето, такие всегда прекрасные ассоциации. Солнце, да, отдых, можно поехать на водоем и так далее. А сколько все-таки таинств, таких вот, можно сказать, не очень хороших, и не знаю, даже как звоночков, тоже лето хранит для людей, кто болеет, да, страдает хроническими заболеваниями. Вот у вас в летний период увеличивается число пациентов? Да, у нас май-июнь прям большой поток народа. Май-июнь и, наверное, вот начало июля. Да, очень много. Это вот лето, например. И зимой, осень, наверное. Сентябрь, октябрь, ноябрь прям тоже такой вал пациентов, я бы так сказала. Это в основном какого возраста? Или разные? Ну, наша патология, все же больше она возрастная патология. Вот я про инсульты, да, говорю. Вот, но есть сейчас и 35, 37. Молодежь бывает, встречается все же от 22 лет, встречается 25, 27. То есть инсульты, да, иногда и со смертельными исходами бывают, да, потому что, ну, понимаете, инсульта легкого никогда не бывает. И вот все говорят микроинсульт. Нет такого микроинсульта. Инсульт, он даже если 11-сантиметровый, маленький очаг, но он может быть в таком месте головного мозга, который человек у нас не говорит, сам не мочится, не глотает, рука, нога у него не работает, нестабильное давление, там, дыханием тоже проблемы, то есть необходимо реанимационное отделение. То есть тут вот инсульт всегда, говорят, он легкий, легкого не бывает. На фоне чего может произойти инсульт? На фоне сердечного заболевания, сильного стресса, вот, или всего что угодно? У нас очень есть такое понятие, как криптогены, то есть мы не знаем, от чего он развился. То есть иногда мы причину вообще найти не можем. Что у нас может быть причиной? Мы говорили про артериальное давление, да? Оно может быть не обязательно высокое, может быть низкое давление. То есть у нас мы можем, наши пациенты сами себе могут иногда инсульт сделать. Рассказываю как. Болеет гипертония. Поработал в огороде, 180, пришел, голова болит, плохо себя чувствует. Не измеряем давление, говорим, так у меня, когда высокое давление. Начинают принимать препараты, которые экстренной помощи для снижения артериального давления. И когда они либо в обморок падают, либо у них случается вот это вот нарушение мозгового кровообращения, вызывается скорая помощь. И скорая приезжает, а у них давление 70, 60. То есть этого давления очень мало и не хватает для того, чтобы кровоснабжать головной мозг в нужном объеме. Поэтому у нас не только на фоне высокого, но и на фоне низкого давления может развиться инсульт. Конечно. много можно говорить. Мне кажется, Светлана, вот вы просто рассказали ту типичную ситуацию, которая в принципе происходит, мне кажется, практически в каждой семье может произойти. Особенно там, где есть пожилые родственники или не очень пожилые. потому что, что говорить, даже мы, вот у нас такой средний возраст, нам все время кажется, что мы вообще себя прекрасно чувствуем. И порой даже не выпьем ни таблетку, а уж тем более не пойдем к врачу. А на фоне вот этого каждодневного стресса, каких-то там, я не знаю, физических нагрузок и много-много еще причин, мы просто действительно сами себя загоняем в ту ситуацию, когда, ну в принципе, вот еще несколько шагов и все. Да, еще бы, знаете, можно сказать, у нас вот вы много, конечно, дополнили, про аритмию бы хотела сказать. То есть аритмия, это что? Это нарушение ритма сердца. Да, многие зовут мерцательная аритмия, фибрилляция предсердия, то есть многие по-разному это воспринимают. И почему-то, когда сходят к терапевту или к кардиологу, посетят доктора, доктора назначают лекарственные препараты. А аритмия, она, в чем она заключается, в чем она опасна? То есть на фоне того, что сердце работает неправильно, оно сокращается неправильно, внутри него образуются тромбы. И в один прекрасный момент с сокращением сердца эти тромбы выбрасываются через сосуды в головной мозг и закупоривают сосуды в головной мозг, то есть закрывают их. Случается инсульт. И многие пациенты, зная, что у них есть мерцательная аритмия, они просто не принимают препараты, которые бы профилактировали инсульт. Считают, что это нам не нужно. Да, есть дорогостоящие лекарственные препараты, говорят, что это финансово, это дорого. А принимать другие альтернативные препараты они просто не хотят. Поэтому можно сказать, что пациенты тоже сами накликали на себя беду. То, что бы хотела сказать. Иногда, повторяюсь, мы иногда не можем найти причин, то есть мы ни давления не находим, ни высокого, ни низкого, холестерин в норме. Когда мы делаем УЗИ сосудов шеи, у нас проходимы все сосуды. Если осмотрятся сосуды головного мозга, то есть там аномалий никаких нет, то есть все в норме. И мы иногда даже, нет проблем со свертывающей системой крови, то есть мы не находим, наследственного фактора мы никакого не находим. И мы иногда вот даже, я бы не сказала, что мы разводим руками, но говорим, и увы, мы не нашли ту причину, из-за чего случилось. То есть такое тоже бывает. И получается как мы… Наверное, редко или нет? А знаете, наверное, нет, это не очень редко. Это не очень редко, потому что у нас при холестерине, вот сосудах, холестерин – это бляшки, холестериновые наши, жировые, которые оседают в стенке сосуда и перекрывают его на какой-то процент. Для нас значимый процент это выше 70%, то есть сосуд получается на 30% всего пропускает. Кровь. Кровь, да, объём крови. А всё, что меньше, там 30-20%, мы можем сказать пациенту, что вы должны быть насторожены по поводу того, что у вас, во-первых, высокий холестерин, и наша задача эти бляшки не нарастить, то есть не увеличить их в размере, чтобы они меньше перекрывали. Ну, то есть они не закупорили сосуды, не закупорили. Да, и причину вот инсульта, что именно это вот на фоне холестерина, мы его поставить тоже не можем. Но, с одной стороны, уже в плюс мы уже знаем, что тут надо, за этим нужно следить. Иглана, ну смотрите, какая сейчас высокоэффективная медицина, посмотрите, какое есть классное, крутое оборудование и так далее. Но неужели вот эти сосуды, вот бляшки на сосудах нельзя как-то сократить, как-то может быть какое-то вмешательство хирургическое и так далее? Мы всегда, пациенты у нас тоже такие же вопросы задают, и я всегда говорю, ну у нас нет ёршика, который бы могли в сосуд, да, и чтобы это всё туда вытащить. Увы, у нас такого нет. У нас всё начинается с медикаментозного лечения, то есть мы назначаем препараты от холестерина, так мы и говорим, то есть те, которые снижают уровень холестерина, и тем самым не дают оседать в стенках сосуды, и чтобы эта бляшка у нас разрасталась. Это одно. Для нас важно вот сам, если у нас есть стеноз, то есть закрытие сосуда, 90%, например, 80%, 70%, у нас всегда смотрят пациентов, доктора сосудистой хирурги и рентген хирурги, то есть это те, кто уже у нас будет инвазивно, то есть через оперативно, да, решать. То есть можно оперативно? Конечно, можно. Это у нас есть пациенты, когда вот мы их выявляем уже на уровне инсульта, да, они у нас где-то через месяц-полтора, мы их можем пригласить к нам на оперативное лечение, то есть нам нужно время, чтобы они восстановились после инсульта. Ставятся стенты, то есть рентген хирургический делают, бывает это удаляется, это сосудистые хирурги занимаются этими делами, то есть это оперативным путём можно решить. Иногда тут главное, чтобы сосуд ещё функционировал, просто многие уже обращаются, когда он полностью закрыт. И тогда, а всё, мы понимаем, что все сосуды в нашем организме взаимосвязаны, где-то вот такое перекрытие, и может быть смертельно. Да, есть новые методики, то есть у нас же ведь медицина не только Республика Хакасия заканчивается, у нас есть федеральные центры, у нас есть научно-исследовательские институты, которые, то есть медицина, она прогрессивно, постоянно, она развивается, и поэтому, если есть возможности, вот у нашей больницы доктора постоянно обучаются, то есть вообще медики, они ведь такие, они постоянно учатся, то есть ты не можешь жить, зная вот то, что ты выучил 5 лет назад или 10 лет назад, то есть ты постоянно-постоянно, потому что наука движется, и мы с ней вместе движемся, да, и поэтому пациенты, видя, что это неправильно, надо не полениться, сходить на приём к доктору, и доктор посмотрит и скажет, да, на нашем уровне мы не можем этот вопрос решить, но на федеральных центрах, пожалуйста, мы можем с вами. То есть не надо сразу опускать руки, надо всё же за себя немножко повоевать. повоевать, да. А самое главное, как вы изначально сказали, что самое главное, это предотвратить вот эту болезнь, да, не дай бог вот эти последствия, мне кажется, даже инвазивные методы лечения, это уже и стресс для организма, в первую очередь, мне кажется, это вообще для человека на моральном уровне очень, ну, непросто, да, когда ты знаешь, что где-то у тебя эта бляшка, которая может в любой момент, да, вот что-то там может случиться, ты перенервничаешь и просто всё. Многие же говорят, что вот это вот это мгновенная смерть, когда у человека просто лопается сосуд и всё. Да, есть такое, есть. Я же не знаю, что лучше, вот нельзя, конечно, так говорить, что уже лучше, мгновенная смерть, либо после того, как у тебя, не дай бог, этот сосуд разорвался, ты станешь вообще инвалидом. Ну, здесь это философский вопрос. Философский. Да, это такой философский вопрос, и да, может быть, знаете, я, наверное, работая с такими пациентами, я иногда говорю, ну, каждому своё в этой жизни. Ну, если вас уж приглашают на диспансеризацию, надо сходить. Да, и если вы просто понимаете, что вы склонны к этому, ну, а почему бы не проверить своё здоровье? Потому что даже вот препараты, которые вот вы, Светлана, сейчас называете даже против холестерина, мне кажется, они сейчас доступны, да, всё доступно совершенно. Ну, а можно начать с питания? Конечно. Ну, как мы питаемся, это... Это отдельный разговор. Это отдельный разговор. Хотя вот сейчас, знаете, вот есть такая тенденция, вот читала недавно статью я на российской газете о том, что наши люди сейчас стали сознать, как-то осознанно выбирать себе продукты. То есть уже смотрят на жирность. Да. Ну, понятно, на срок годности. Научились мы смотреть и понимать, что в глубине полки порой свежее товар, чем впереди полки стоит. Да. Есть такое, да, особенно в молочных отделах. Но это уже отдельный тоже разговор. Смотрят люди на содержание углеводов. Уже знаем, что такое быстрые углеводы, эти же углеводные окна, про которые все так любят говорить. Ну, и тоже спросили россиян, сколько они едят зеленью. Практически вот сейчас у всех, ну, сейчас-то понятно, благодарное время, но даже весной и осенью кто-то даже выращивает на своем подоконнике ту же микрозелень, которая полезна. Да, это очень много. Я, наверное, с развитием соцсетей очень изменились. Во-первых, вкусовые наши предпочтения, наверное, и самое главное, люди эффекты видят от этого, что это не просто разговор, да, они видят, что кто-то желаемо скинул там несколько килограммов, да, к тому, к чему он стремился. А как только он скинул, мы же по природе такие, мы же в азарь ходим. Давай, то есть глазки горят, желание есть. То есть они уже пересмотр вообще образа жизни. Тут не только питание, но образа жизни. То есть начинает больше двигаться. Тут народ идет в спорт. Я не говорю, что он в спорт достижений, да, просто даже бег, велосипеды, вечерние прогулки. Скандинавская ходьба. Посмотрите, сколько бабушек сейчас. Это же здорово вообще. И не только бабушек, а всех, кто любит этот здоровый образ жизни, очень многие сейчас берут и ходят. Мне тоже рада видеть, что многие катаются сейчас на велосипедах всей семьей. Уголки у нас. Знаете, правда, не знаю, как правильно называется. Вот именно для тренажеров, когда идешь. Раньше вот можно было встретить только за границу. Приезжаешь и видишь, что утром в 5 утра кто-то вышел и начинает на тренажерах заниматься. Уличные тренажеры. Тренажерочные тренажеры. Ну, это же ведь здорово. И самое главное, знаете, они стоят, их никто никуда домой себе не увез. Слава Богу. Да, слава Богу. Это приятно. И когда иногда вот утром рано едешь, иногда там где-то по работе смотришь, и народ занимается. Это здорово. Ну, и тоже такая положительная тенденция. Можете нас поправить, друзья. Возможно, рассказать свою историю, что практически у каждого сейчас в смартфоне есть шагомер. Есть. И калории еще. Плюс калории. И все буквально, ну, как сказать, этим заинтересованы. Все смотрят, сколько я прошел, сколько сжег калорий. Да и вообще, в принципе, приятно вот ходить. Я вообще за то, чтобы мы, конечно, больше передвигались пешком, пока не милю по центру города. Потому что и на машинах не очень удобно. Пробки, да? Согласитесь. И, в принципе, да, с точки зрения экологии. Лучше можно поставить машину где-то в центре. Если ты где-то тут работаешь, уж в соседнее здание походить пешком. Почему бы и нет. Польза вашим организмам. Это тоже профилактика. То есть гиподинамия это называется. То есть наш сидячий образ жизни. Вот. Ну, кроме того, что мы пересели все на машины, правильно вы говорите, мы еще хотим, магазин у нас на соседней улице, правда, тут пройти всего там 5 минут, но мы поедем на машине, будем вот желательно ближе к крылечку. Да, то есть гиподинамия, вот это вот, она тоже является фактором риска. Тем приятнее, Светлана, наверное, осознавать, что когда мы находимся в отпуске, и особенно в другом городе, что мы там больше ходим пешком. Вот, да. Это точно, потому что потом смотришь на свой шагомер и 20, и 30 тысяч шагов, и гордишься. И как и вот этой усталости нет, правда? Нет, ты себя, ты же потом себя лучше еще чувствуешь. Да, и ты постоянно ходишь. И даже скучаешь потом, о том, что что-то я мало двигаюсь. Да, значит, очень много пляжей в Краснодарском крае, в Крыму, куда нужно спускаться по ступенькам. И часто вот, когда там бываешь, это все замечаешь, и моя подруга, она тоже медик, и я помню, мы с ней поднимались, ну, ступенек 300, наверное. И она мне говорит, вот иди, дыши, и мы с тобой разгоняем лимфу, и нам, говорит, будет еще лучше. Это правда. Ну, во-первых, уже где-то за 100, за 200, за 300 уже не так сильно начинается отдышка. Видимо, организм все-таки где-то в норму он приходит, потому что ты все равно же не бежишь, а ты идешь спокойно. Поэтому, да, давайте, друзья, действительно больше ходить. И у нас на водоемах больше, наверное, и плавать, ведь во время плавания тоже оно полезно. Как вы, врач-невролог, что можете сказать? Плавание, да, оно полезно. Только правила соблюдайте, друзья. Ой, это отдельная история. Да, в плане правил нахождения на водоемах. Единственная бывает проблема, хондрозы обостряются. Я вам как невролог, то есть, ну, мы когда плаваем, ну, что у нас в голове? Мы же ее запрокидываем. Но очень многих, как бы, проблемы есть именно в позвоночнике, то есть, там, грыжи, протрузии, просто остеохондроз. У кого-то бывает смещение относительно друг друга, позвоночков, синдром позвоночной артерии есть. Это тоже у нас может немножко спровоцироваться, когда очень долго и длительно находишься в водоеме. Вот. А так, это хорошее настроение, это также активный и здоровый отдых. Это всегда хорошо, это всегда во благо. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что вот ваша профессия, ваша специализация, она редкая. Не часто вот идут к вам в профессию, да? Поэтому, наверное, пациентов каждый день принимаете много. Да, много. Ну, и именно вот я еще почему к этому веду, все-таки наша республиканская клиническая больница отличается тем, что у нас очень сильное сердечно-сосудистое отделение, то есть очень высокие специалисты. То есть вы, получается, это как вот такое связующее звено, да? То есть через вас проходит, а потом вот если надо, и туда. Или нет? Нет, у нас мы вообще работаем в региональном сосудистом центре. То есть он у нас состоит из нескольких отделений. У нас туда входит отделение кардиологии, то есть это там, в этом отделении борьба с инфарктом миокарда, то есть это с сердцем. Наше отделение, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. То есть оно такое длинное, мы его зовем ОНМК. Это там, где тоже у себя и мои коллеги. И нейрохирургическое отделение входит также в нашу структуру. То есть мы понимаем, да, это доктора, которые делают операции на головном мозге. И отделение рентгенно-доваскулярных методов диагностики и лечения. То есть это то отделение или рентгенхирурги там работают. Это там, где делают коронароангиографию, там, где делают селективную ангиографию. То есть это метод инвазивный осмотр сосудов головного мозга, сосудов шеи и сосудов сердца. И тут же, если нам есть необходимость, ставятся стенты. Как же в сосуды, так мы и в сосуды головного мозга доставим. И... То есть у нас такая получается такая вся комплексная терапия, да? Комплексная, конечно, да. То есть попадая к вам, вот люди получают вот это лечение со всех сторон. А у нас иногда пациенты поступают, у них инфаркты, инсульты, сочетанная патология. Иногда бывают тромбозы. То есть к нам еще входит и отделение сосудистой хирургии. То есть это непосредственно доктора сосудистой хирургии. Вот раньше помощь вот на таком высоком уровне, когда посмотрите, вы сказали, какие у нас есть узкие специалисты, те же, кто делает операции на головном мозге и так далее. Раньше вот это... Давно ли вот эти все медицинские услуги доступны в Абакане? Ну, что касаемо нейрохирургии, то нейрохирургия давно функционирует, да? То есть они с гематомами в головном мозге, это уже давно. Что касаемо рентген-эндоваскулярного методов лечения, у нас вот РСЦ открылась восьмой год уже, как мы функционируем, и вот они с нами. У нас есть замечательный доктор Александр Владимирович Ковалёв, он заведующий отделением, это прогрессивный доктор, он, понимаете, это вот с золотыми руками доктор, вот он родился доктором. Он жила... Вот у него, понимаете, на пациента смотрят, у него глаза горят, и он, у него уже, понимаете, он вот здесь вот так лучше, здесь так лучше. Если мы не так, то мы сделаем маленько по-другому. То есть, понимаете, вот у него всё горит в руках. Это как в кино. Ну вот, наверное, да. Потому что... Я не могу в его мозг глянуть, но вот со стороны, то как я это вижу. И, понимаете, человек, когда он влюблён в свою профессию, я могу не только Александре Владимировиче, да, такое сказать, вот у нас заведующее отделение, Елена Владимировна Безляк. Понимаете, тоже вот я, когда пришла ещё только, она старше меня, понимаете, вот она, она, она в них влюблена во всех, пациентов во всех, понимаете. И вот я помню, когда мы пришли, ещё ничего не знаем, и вот я, как её первый раз увидела, думаю, неужели такое вообще бывает? Она их, она их обожает. Вот я даже, знаете, у меня аж мурашки, я вот с каким-то, с таким. И вот на них смотришь, хочется быть на них похожими и не хочется от них отставать. И они тебя учат, и они, понимаете, вот они, вот они готовы поделиться своими знаниями, вот знаете, вот как преемников своих готовят. Да, да. То есть у нас в медицине же ведь это принято, то есть ты свои знания должен передать кому-то другому. Конечно. Вот. И вот эти люди, они, понимаете, они, видно, они хотят отдавать. Я могу и сказать, что в моей жизни Светлана Владимировна Фаренбургух, наверное, знаете её. Конечно, такая известная фамилия. это вот Ольга Исаевна Зайцева, это профессор в Красноярске. это вот те люди, с которыми я вот на этапах своего становления, знакомства с неврологией, с профессией, вот вхождение в неё, это те люди, вот о них можно так же, сказать вот все слова, которые я выше сказала. То есть это люди, которые, они живут профессией. Ну и, наверное, то, что вот открываются такие отделения, есть такие врачи, это, наверное, всё-таки большой плюс, потому что наши люди остаются здесь и получают здесь эту квалифицированную помощь, а не едут за сотни километров от Хакасии, может быть, преодолевая какие-то очереди, документации и так далее. Да, на очереди. А здесь, здесь всё доступно. Кардиология. Кардиология, одна из самых, у вас самая сильная, потому что все вот, ну что греха к таите, я несколько раз слышала от людей в нашем городе, которые говорили, что если бы человек попал в республиканскую больницу, вытащили бы. Ну, вот очень часто. Это приятно слышать, конечно. Я это очень часто слышала, потому что очень сильная кардиология, и там, ну, спасают жизнь. И вам большое за это спасибо, Светлана, потому что вы вот в этой всей цепке специалистов. Да, есть. То есть, понимаете, тут ещё особенность-то, острую патологию, ты же её куда сильно-то увезёшь? Даже до Красноярска. Это временные рамки. Ты можешь, во-первых, пропускаешь всё, что можно сделать в временные рамки, что и в кардиологии, что и в неврологии, да, и всегда, когда ты приехал, уже всё здесь. Это всегда намного приятнее, и это намного выгоднее, и это для пациента всегда лучше. То есть, мы же работаем, чтобы пациенту было лучше. Правильно? Не знаю, ответите ли вы мне на этот тоже вопрос. Я считала, что сейчас есть такие прогрессивные препараты, которые могут, можно ввести пациенту, вот если у него, не дай бог, случился инсульт, и этот препарат сможет в дальнейшем блокировать развитие какой-то патологии. То есть, ну, в плане того, что, ну, не дай бог, человек потом лишится речи или ещё что-то. Ну, если я правильно понимаю, вы, наверное, о тромболизисе больше говорите, насколько я понимаю. Да, это используется по всей России, в мире тоже используется. Наши золотые 4,5 часа от момента заболевания. Да, это то время, когда пациенту... Раньше этого тоже не было. Нет, этого не было. Раньше активно тромболизис использовался именно в кардиологии, в кардиологии, то есть, также вводили препарат, и он растворял тромб, который в сердце был. Активно сейчас используем это в неврологии. Да, единственное, что для того, чтобы эту методику провести, нам необходимы аппараты СКТ, спиральный компьютерный томограф, потому что без них мы, увы, эту помощь оказать не сможем. То есть, эти такие томографы должны быть либо в машине скорой помощи, либо уже в медучреждении, либо в медучреждении. А у нас есть такие препараты, или их не так много, как хотелось? Препараты есть. Ой, не препараты, аппараты. Аппараты СКТ есть у нас в Абаканской межрайонной клинической больнице, наша республиканская больница. Мы будем говорить о ведущих клиниках. То есть, у нас есть Саиногорский СКТ-аппарат. То есть, это то, вот те три места, где занимаются у нас, мы можем провести тромболизис. Конечно, в частных клиниках СКТ-аппараты тоже есть. Но там, увы, круглосуточного дежурства и самого доктора-невролога там нет. То есть, это просто обследование и всё. А так, проблем в проведении тромболизиса нет. Единственная проблема, это с которым мы можем столкнуться, это поздняя обращаемость. Поздняя обращаемость. То есть, опять к нашему началу разговора. Давайте на диспансеризацию и просто следим за своим здоровьем. Вы называете вот эти все препараты и так далее. Светлана, вот расскажите, пожалуйста, вот на вашу работу как-то повлияли сегодняшние санкции или у нас есть альтернативные российские препараты, которые вот, может быть, сейчас запускаются, есть аналоги и так далее. Вы что можете сказать? Ну вот, сколько мы живем в санкциях, я вот на нашей работе в плане тромболизиса проблем пока не было. Пока не было, я надеюсь, не будут. Да, есть и разработки наших, всегда хочется, отечественных, отечественных, даже наших, отечественных, да, мне иначе хочется сказать советских, иногда почему-то, да, наших отечественных, коллег, есть разработки, это все внедряется и работает, то есть, есть такое, что и работает это. Поэтому пока вот в плане лекарственного обеспечения нет. Конечно, в плане гипотензиевных препаратов, там, препараты от холестерина, может быть, поначалу какие-то были именно по оригинальным препаратам, но наши, наши российские препараты, они ничем, они ничем не хуже, они также оказывают помощь, то есть, они держат давление, то есть, для чего они непосредственно принимаются. в любом случае, это все равно для наших фармацевтов еще один сигнал к тому, что нужно делать больше своих препаратов. Конечно. И ученым, конечно, в том числе, чтобы мы не обращались за рубеж, потому что все мы понимаем, как сейчас, даже не просто с логистикой, да, да, даже это будет дружественная страна, а просто как-то даже и не перевести и так далее, другие детали. Светлана, знаете, у нас остается 15 минут, быстро время пролетело в нашей компании, с вами очень интересный разговор. Вы знаете, не могу вас не спросить про тот период, когда были коронавирусные ограничения. Мы всегда спрашиваем докторов, которые сюда приходят, как вы перенесли пандемию, вот как в вашем отделении это прошло. Существуют ли до сих пор коронавирусные ограничения? Потому что, ну, вроде бы, как говорится, маски сброшены, различные документы записаны, что нам уже можно и встречаться, и обниматься не только локтями и так далее, но все равно какие-то ограничения есть. Как у медиков, вот расскажите, как в вашем отделении? Что касаемо, вот про ограничения, да, сразу скажем, мы работаем в стационаре, мы работаем в больнице, то есть, мы, они уже у нас заведомо являются источником инфекции, неважно, там, гриппы это может быть, любая другая, там, коронавирус или еще что-то, поэтому вообще в нашей больнице ограничения существуют, поэтому мы работаем в перчатках, это всегда так было, и мы работаем в масках, это всегда так было, колпаки, то есть, это да, то есть, это до коронавируса, уже после него, то есть, это все у нас сохраняется. Что касаемо посещений пациентов, да, у нас в больнице еще до сих пор существуют ограничения по коронавирусу, потому что, ну, сейчас, видите, у нас все равно выявляемость какая-то есть по коронавирусу, да, кто-то тут вот говорят, вроде ожидают какую-то новую волну, да, поэтому пациенты наши и так тяжелые, я не говорю только о инсультах, вообще те, кто болеет, кто находится в стационаре, у них организм ослабленный, и если занесется инфекция, то она очень быстро распространится и пациенты переносят тяжелее, то есть, мы это все сохраняем пока, вот, это эпидемиологический отдел наш этим занимается. И красной зоны у вас уже нет? Нет, красной зоны нет, красную зону, я не скажу, когда уже у нас убрали, то есть, когда у нас полностью зафункционировала наша больница, да, был период, когда она полностью была закрыта, она была, как ковидарий функционировала, да, несколько отделений работало, как оказание пациентов с инфарктами, то есть, это за весь период, сколько мы воевали с коронавирусом, всегда существовало отделение, в которое оказывали помощь именно по сердцу, потому что ангиограф у нас один на республику. Вот, что касаемо неврологического отделения, РСЦ у нас было закрыто, несколько месяцев мы не работали, и полный поток населения у нас были распределены на Абаканскую межрайонную больницу, Черногорская городская больница, это терапевтический корпус, который у нас на девятом поселке находится, Саиногорск, и частично пациенты у нас оставались в районных больницах, но у нас было так устроено, что пациент к нам приезжал, мы его обследовали, то есть, мы проводили СКТ, осматривался нашим неврологом с рекомендацией совсем, работала, функционировала санитарная авиация, то есть, это вывоз доктора непосредственно к пациентам в районы, тоже помогали, решали вопросы, то есть, нельзя сказать, что пациенты были брошены, да, конечно, вот именно вот эта логистика, она была изменена, потому что мы работаем, и сейчас у нас есть определенные распределения потоков пациентов, какие-то районы обслуживаются, в республиканской больнице, какие-то в Абаканские межрайоны, какие-то в Саиногорске, вот, конечно, мы можем принимать с учетом того, что все же мы головная больница, то есть, у нас методы лечения немножко другие, то есть, мы можем из Саиногорска забирать пациентов, из городской больницы можем, то есть, жители Абакана, вот, ну, вот так вот мы коронавирусы работали. А скажите, пожалуйста, Светлана, а люди, которые переболели коронавирусом, могут обращаться на прием к неврологу, то есть, у них может на фоне перенесенного коронавируса быть какие-то вот отклонения в организме, и он должен к вам прийти? Очень много, очень много осложнений после перенесенного ковида, неврологических тоже очень много, и эндокринологические, и психиатрические, и гастроэнтерологические, то есть, очень много осложнений есть, потому что, ну, ковид, он же ведь еще не до конца изученный, и мы не знаем, во что это все, да, у нас выльется, но, может быть, у нас когда-то и были проблемы, просто мы их не замечали, а ковид нам дал толчок, и... Обнажили. Да, и мы, оказывается, знаем, что у нас вот там щитовидка, например, немножечко функция как-то у нее страдала, да, или какие-то другие проблемы, и вот как раз про диспансеризацию сегодня говорили, оно же ведь не зря постковидная диспансеризация, после перенесенного ковида, я его некрасиво назвала, было углубленное, да вот в госуслуги просто зайти, у нас же сейчас у всех практически в наших телефонах есть, госуслуги, пожалуйста, записаться на диспансеризацию можно, ну, вы, наверное, тоже видели, да, конечно, конечно, а можно даже позвонить, вот призывают даже врачи-терапевты, заведующие терапевтическим отделением, просто позвоните, мы вас запишем, потому что есть потребность в пациентах, не все уходят, кто-то откладывает, я не знаю, на неопределенное время, а лучше, друзья, действительно проверить свое здоровье, чтобы, не дай бог, к вам не применялись вот те, даже суперсовременные методы, о которых сегодня Светлана говорила, ну, а еще я хочу, Светлана, вас поздравить, вы, лауреат премии мэра работающей молодежи. Спасибо. Скажите, пожалуйста, долго ли шли к этой награде и что чувствовали, когда получали ее? Знаете, вот, как бы долго шли, да знаете, на Оскар чем-то, на Оскар чем-то похоже. Долго ли я шла? Да, долго ли я шла, да. Но учились-то 100% долго, потому что медики у нас. Учились долго. И до сих пор учитесь, правда, Витя? Понимаете, это, наверное, это тоже вот этап, этап жизни. Это всегда, это, конечно, приятно. Это всегда приятно, и здесь тебе приятно, и то, что тебя признают не только в медицинском сообществе, да, тебя признают люди, которые извне. То есть тут же ведь, я думаю, вот жюри, все, что там происходило, это же ведь не люди, которые работают со мной, или там в Министерстве здравоохранения. Они вас вообще не знали? Они меня никогда и не знали, да, то есть вот почему-то у меня такое сложилось впечатление, потому что, это собственно так, конечно. я просто вот эти нюансы не знаю, да, это приятно, и вот то, что вот среди людей, кто, кандидатов, да, будем говорить, что вот выбирают именно тебя, это всегда приятно, что вот почему, то ты из всех, кто пожелал подать документы, да, почему-то выбрали тебя. Значит, ты чего-то определённого достиг в этой жизни, да, но мне понравилось, как мэр наш сказал, ну, вы не останавливаетесь на этом, вы идёте вперёд, да, и, конечно, это немножко неожиданно, потому что, ну, вот правда говорю, я считаю, что в нашем, просто даже в городе, в нашем, очень много достойной молодёжи, работающей молодёжи, которая, когда она выбирает профессию, любой человек, когда она выбирает свою профессию, у него есть какая-то планка, правильно, то есть он говорит, вот ниже неё я никогда не опущусь, я буду идти только вперёд, я буду идти, двигаться вверх, я буду развиваться, я думаю, таких очень много, и это радует, ну, вот как-то попалось, вот что, вот как-то было. я знаю с вами, я знаю, что наставники обязательно ходят. Да, со мной была Елена Сергеевна Бросимова, это наш руководитель, нашего регионального сосудистого центра, да, я вот, честно, я, у нас был такой завал, очень как раз такой период, когда очень много народа, у нас заведующая, заведующая в отпуске была, у нас всего два человека, мы трудились, и вот она мне говорила, Светлана Николаевна, мы должны подать документы, я, ну, потому что уже вымотались просто, нет, давайте, то есть вот Елене Сергеевне спасибо, то есть она, как руководитель, можно сказать, настояла и сказала, что мы должны это сделать, что мы достойны, и мы должны попытаться хотя бы, тем более, мне вот, у меня завтра день рождения, как раз, мне уже 36 тупни, то есть я как раз попала 35 лет, я тоже практически вбежала в последний вагон, она мне тоже так же говорит, поэтому вот, Елене Сергеевне спасибо, и, наверное, знаете, спасибо всем, кто они на нас, они на нас надеются. Кстати, по-моему, премию даже сделали последнюю, вот когда я ее получала, то есть у меня тоже был еще, вот, например, год или два, и уже все, вот, а потом, по-моему, немножко изменили законодательство, ну, не законодательство, молодежь-то стала теперь считаться потом до 35, а вот одно время она была до 25, или там еще, поправьте меня, и я тоже, по-моему, так переживала, и тоже успела. Я вообще не ожидала, вообще не ожидала. Ну, вот как-то так, да, и это, мне кажется, знаете, это такая вот, даже по себе могу сказать, это огромная гордость, и желание действительно быть только лучше, правда ведь? И что ты делаешь, и ты видишь свои результаты, и что их видят другие, это всегда приятно, и это правда, да, это тебя стимулирует, и ты хочешь дальше двигаться, и твори добро, а как еще сказать? Это точно, у нас есть звонок, давайте послушаем, здравствуйте. 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 Что-то на телефон-то не смотрите? Да, мы увлеклись, говорите, пожалуйста, у вас есть время задать вопрос. Хотел спросить, что такое углубленная диспансеризация после ковида? Пожалуйста. Что она заключается? Спасибо, сейчас. Углубленная диспансеризация, это не тот минимум, как мы проходим, то есть у вас есть проблемы, у вас есть жалобы, там, и ФГС можно сделать, да, то есть УЗИ проходится, то есть вы встречаетесь с доктором, и доктор уже непосредственно будет говорить, вот проблемы с щитовидной железой, да, УЗИ щитовидной железы, гормоны, и потом уже специалист узкий. То есть это именно идет по той системе, которая у вас страдает, может быть их и несколько. То есть вы просто дополнительно издаете анализы, исследования вам проводят? Чуть больше, чем обычно. Да, и я еще, насколько знаю, что углубленную диспансеризацию можно пройти, по-моему, спустя полгода после того, как вы переболели. Есть еще звоночек у нас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Так вот, проходил эту диспансеризацию, никакой там углубленной, никакой там нету ничего. Сказали обратиться к этому кардиологу, иди сам там платно, или куда-то что-то, направление, чтобы дали, глазному никто ничего не дает. Так что вы зря не говорите про вашу углубленность, никакой там нету. Вот тебе эту, как его, кардиограмму, и все, и отваливай. Ну, мы очень сожалеем, что у вас именно так получилось, потому что впервые я вот слышу такой звонок. Мы часто здесь говорим про углубленную диспансеризацию, и в принципе никого, как вы так сказали, отваливая, никому не сказали. Я думаю, что вам нужно обратиться к своему участковому терапевту. Если действительно такая ситуация случилась, не спешите идти к платному кардиологу. Я, насколько сейчас знаю, достаточно свободна запись. Да. Если что-то не устраивает, я думаю, можно всегда обратиться к заведующей поликлиникой и уточнить эти вопросы. Ну, а если совсем что-то не устраивает, позвоните на горячую линию Минздрава Хакасии. Она есть на сайте Минздрава Хакасии. Пожалуйста, позвоните, и я думаю, что обязательно решится ваш вопрос. Если хотите как-то детально, можете чуть позже перезвонить к нам в редакцию, ставить свои координаты. Мы также передадим в пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Хакасия. И обязательно, я думаю, что решим этот вопрос. Правда, Весь? Конечно. Потому что, конечно, для чего диспансеризация? Об этом говорят медики, которые занимаются этими вопросами. Для того, чтобы дальше вам дать направление, и вы пошли изучать свое здоровье дальше. И если есть какие-то проблемы, обязательно их решили. Ну, а по поводу платного обращения к врачам, это ваше, во-первых, право. Но есть сейчас возможность записаться к медикам. Бесплатно, конечно. Бесплатно есть. Правда. Вот у меня тоже есть пожилые родственники. Записываются. Это правда. Бесплатно записываются. Ну, может быть, не в этот же день, но через 4-5 дней можно. В среднем попадают пациенты у нас. Ну, если это, конечно, не экстренно. Нет, про экстренность никто не говорит. Совсем другое дело здесь. В среднем неделя это да. Экстренно это даже не обговаривается. Конечно, всегда надо подождать. Да, лето может быть немножко проблемновато, бывает чуть дольше. Ну, потому что какой-то период отпусков тоже существует. Потому что доктора тоже, наверное, уходят в отпуска. Чуть меньше народа работает. Может быть, в этом тоже какие-то проблемы есть. Ну, я думаю, если экстренности никакой нет, то в течение 7 дней всегда можно попасть в доктор. Поэтому вот мы вам рассказали несколько путей решения. Пожалуйста, выберите тот путь, который вам подходит. И, конечно же, самое главное, мы вам желаем здоровья. И обязательно, конечно же, проведите те необходимые анализы, чтобы ничего плохого с вами, не дай бог, не случилось. Ну что, у нас 2 минуты остается. Светлана, пожалуйста, какие-то еще рекомендации нашим зрителям по поводу того, что сейчас лето. Вы, как врач-невролог, давайте обозначим еще основные пункты, как себя вести и так далее. Следим за давлением. Если мы куда-то выезжаем, берем с собой тонометры. Не забываем с собой все приписанные вам, прописанные лекарственные препараты. Это может быть и от давления, это может быть и от сахарного диабета. То есть у тех заболеваний, какие они у вас есть. Потому что проблема, что ты забыл и решил, что их пить не надо, всегда есть. Не забываем взять с собой лекарственные препараты экстренной помощи. Да, то есть это касаемо и давления, как правило. Глюкометры берем, если мы очень многие бросают дома, уезжают на дачи, живут ли там на даче. И все, что было дома, все дома оставили, а на даче живем овощами. Вот, это одно. Двигаемся больше, стараемся питаться правильно, не злоупотребляем алкоголем. Наверное, бросаем все же курить. Да, очень бы хотелось. Про курение не только сигареты, а все, что сейчас у нас дымит. Все, что сейчас дымит, это еще хуже, чем сигареты. Как бы там у нас что-то не говорили, не писали наши социальные сети, лучше не надо. Мы живем в таком регионе, где у нас так хватает чего подышать, не очень полезным. Ну и, наверное, если мы знаем, что у нас есть какая-то проблема, не забываем обращаться. Пусть иногда бывает долго, мы тут попадаем к доктору, не можем попасть по звонку, но мы все же руки не опускаем. И идем и боремся за свое здоровье. Светлана, я благодарю вас, что вы сегодня были у нас в студии. Друзья, будьте здоровы, следите за своим здоровьем. Ну а эфир наш продолжается. Всем всего хорошего, не переключайтесь. До свидания. До свидания.